Добрый день. Добрый день. Совсем потерялись? Ну-ка, давай. Я сегодня только отходить начал. Я практически неделю не разговаривал. Вот, голос сел сильно. Так, я понял, максимально, если можно, взял. Ну, хорошо. Это так идет, да? Ну, еще там кто? Никого, я один. Один, самый. Один, хорошо. А мы сегодня тут на территории одной вдовы. Там все заросло, с деревьями боремся. Чуть не опоздали. Вы боретесь, да? Я же все там штудирую. Ролик-то выставлял. Мне же прислали там 20, наверное, 20 или больше, или 30, наверное, этих роликов. Так я их дня три, наверное, там обрабатывал, выставлял их все. И вот фильм на два часа получился. И хороший фильм такой получился. Ну, они не все ролики-то у вас ушли. Там еще освещение дома будет, быстрее. Это я буду завтра выставлять эту голову. Мы тут подготовили на завтра. Ой, Лена. Возьми у меня эту. Ну, сейчас, подожди, переслать. Вот здесь вот. Чего? Завтра, чтоб Кольги завез. Игорь. Положи там около телефона. У меня на два терабайта, который этот, купленный там был, что-то забарахлил ее. Не можем включить, отсылаю его в город. Жесткий диск. Этот. Диск жесткий. Игорь Ильич, вот смотри, там с этим забором, как вы водитесь, у меня все, все мое существо протестует. Забор. Говорю, ну, делать, если сделать, сразу, как говорится, на годы, на долгие. Сейчас вот слепили там его, и не пойми из чего. Он сейчас, через три года надо будет опять переделывать его забор этот. А кто что переделывает-то, так я не понял. Он говорит, как мы забор сделаем, так его через три года уже переделывать надо будет. Ну, я это и говорю. Мы не немцы. У нас нет ни железа, ни бетона. И поэтому мы все время работаем, исполняем заповедь, в пути лица. Ну, а это, это, Татьяне запретили, говорите, если коснетесь там, к трудам нашим, то все, больше помогать не буду. То есть вы ей запретили что-то исправлять. Так, что исправлять? Запретили что-либо исправлять то, что мы сделали. Не понял. Что исправлять именно? То, что мы сделали. Что мы сделали? Ну, заборы там, еще что-то. Ну, я не понял. Заборы исправлять или ролики? Какие ролики? Он имеет в виду про Татьяну Новикову. Я и, я и говорю, исправлять и как надо. Наоборот, я говорю. Мы снимаем, а вы сами смотрите, что урезать надо с каким, какая сейчас слепится. Нет, он, вы не поняли. Он говорит, вы Татьяне говорили, чтоб она не переделывала ваши труды, то, что там сделали. Ну, она и не будет пока переделывать. Ей не до этого. Когда она будет богатая, тогда она переделает. А сейчас ей не до этого. Ей надо огород привести в нужную кондицию. А это выдрать надо, который с корнями, нанять Игоря, какое время будет. И потом как граблями или чем удалять траву, выжигать нельзя. А потом пахать. Это целик. Совершенно целик земля. Ей никакой нужны в этом дело. Я просто предупредил. Она ей нет, нет. У меня было здесь. Я сделал печь в школе. Я не знаю, какая причина. Они задвижку не открыли, засорили все. Меня не предупредили. Тут приехал один пенчушка. И они ему ты печку переделал. И он переделал. Переделал, она не топится. А у него нету. Я уже не пойду туда на учительности. Не кто-то. Вот как раз Елена Анатольевна, барабаш, где я сижу. Она ей говорит, мы там замерзаем в школе. Ну ради детей измените свое решение. Ну ради детей я сказал, ладно, я пришел. Пришел, заново переделал ее, как было. Все, теперь топится, все нормально. Я вот о чем говорю. Что я буду делать, а за мной будут переделать. Мне это не надо. Я знаю, лучше никто это не сделает. Не сделает. Он не знает. А ему деньги надо. Он сделал. Скажет, а мне надо переделать. А он еще. Он только исковеркал, испортил и все. И он жил здесь. А люди, говорю, конечно, друженик великий. Как он трудится, так никто не работает. Да. И сегодня так не работает. Вот он снимает. Он бы сейчас куда-нибудь вот к нам в большой город, он бы и миллионером стал, если бы так работал бы. Да. Так я у вас стал начальником лагеря, сейчас работает. Люди платят ни одной копейки, ни от кого не берет. Просто надо помолиться, что Бог решил как-то это. Я приехал и сразу расчет с ним делать. Где были, Татьяна, деньги вернули. Я говорю, если хочешь, только с Володей рассчитывайся. Он не берет. Ни от кого еще рубля не взял. Надо ситуацию изменить как-то. У него ничего нет. Он как Космай и Демьян. Лечит людей, а зарплату не берет. Ну, он рассчитывает на силу, на свои, конечно. А брать-то надо обязательно. Потому что сила вон, она спину подвернул и все. И наши дружины, коллеги. Дают, а не дают, Игорь Ильич. Дают, дают. Упал с лестницы, уже Бог так сильно. Лестница подвернулась, маленькая, с длинной крыши. Ремонтировали здесь. Ну вот, теперь вы увидели, как мы готовимся, как встречаем, как что есть. Уже, а то не один же ролик получится. Там сколько послали-то. Вы делайте, слепляйте, режьте как хотите. Весь материал, ваше полное распоряжение. Почему? Совершенно я в этом деле не соображу. А мы снимаем, ну, работа-то идет. Я печь делаю, там, крышу там ремонтирую. Мы все это засняли. Пилим дрова, валим деревья. Это серьезно. Колодец чистим, делаем лестницу. То есть человек видит, как подготавливается земля, как поселенцы встречаются и дальше как идут в храм, первый обед, освящение дома. Вы когда увидите или кто-то увидит, уже вот вы там один говорит, как у вас хорошо. Хорошо. Вот мы пришли сегодня утром, мы уже мокрые. Мы уже больше часа работаем. Жужжит пила. Вот больше 160 кленов повалили двуручной пилой за две недели. Это сорное дерево. Но из него мы тоже что-то, пиньки какие-то поставим там, что-то сделаем. Мы как можем так и делаем. В воскресенье отдыхаем. Посты соблюдаем, готовимся к причастию. Сейчас главное препятствие это о книгах. Михаил пишет. Это попы. Это самые лютые волки. Самые негодные на земле люди. Они не читали, не видали. Еще ни один нигде не показал ни одной строчки. Вот что главное там. Священники, которые имеют книги, зажимают они их, вызывают центрские свои отделы. Он говорит, ну одно хотя предложение-то покажите, еще не показывай. Это тебя зачем с ним знать все? Это бешеные волки. Они до моих книг еще сотни лет будут расти. А что, Игнатий, они запретили где-то книги там? Ну где-то, он даже не видел там. Позвонил, поп сказал, это книги сектантского толка. У них сектантского толка то, что под ногами у попок не лежит. Свободный дух пророчески чужд для них. Они его не знают. Один зашел сейчас и говорит, я был в православии, а что там делать-то? К нем стоишь, ничего не знаешь. Я ушел к баптистам в Германию. Но впервые встретил голос, который говорит, несмотря ни на какие авторитеты. Мне это дано, я это делаю. И хвопль, вой для меня никакой роли не играет. Никакой. Совершенно. Почему? Потому что я знаю, близится конец. Вчера у меня была тема, которая высвящена правительством Российской Федерации. Всему свое время. Каждая радиопередача начинается. Всему свое время. Я вчера на эту тему сказал, занятия были. Всему свое время. Православие, как такового, они не нюхали. Они его даже не знают. Они вообще... У них и понятия о нем нет. У них православие то, что под ногами у попов горбатится. Они не знают, что такое жить под водительством Духа Божия. Что такое самоотречение. Ты посмотри, какие они безразмерно жирные. Говорит, без страха уточняют себя. Без страха. Златоуст говорит, как на заколение приготовили себя. Будто в жертву вас готовятся привезти. Пузатый поп. Про кого, говорит, анекдот? Про попада, про попову дочку. Кто писал? Билинский, Иссарен Григорьевич. Они гоняются за мной. Ты посмотри библиотеку книги. Лео Кассейль. Забавные Евангелия. Насмешливые. Марк Отвена. Чего только нету. Смешная Библия. Сатанинские книги. Все есть. Там все абсолютно есть. Ну а если Гарри Поттер? Есть. Волшебство. Имели дурачок. Все есть. За моими книгами гоняются. Больше ни за чем. Это говорит о чем-то. Почему? Потому что в православии таких книг не было. Не было тысячелетия. Ни год, ни два. Тысячелетия не было. И они не мои. Под моим именем только не выходят. Уже ведь народ настроен. Вот с Юлей, с которой в прошлый раз разговаривали. Вот ей бабушка и муж ее запретили с вами встречаться. Услышали, что вы нелестно об обах отзываетесь и запретили перед ней отговаривать с вами. Так. Проходит и перхальное собрание. А архиерея нету. И он позвонил и сказал секретарю, отцу Александру Пивоварову. Проводи собрание. Новосибирская епархия. А там работает бухгалтерия моя родная сестра Ирина Тихоновна. И он говорит, Ирочка, там подготовь материал по симфонии о священниках. Что в Библии сказано? И в это время обращается отец Геннадий Фаст. Он приезжает. Он только, кажется, принял или не принял крещение. Он его перед собранием священников ставит и говорит, вот ты был здесь, видел, но твой глаз еще не замазанный. Что тебе не понравилось? Вот когда так человек говорит, я сразу сказал, это дерево будет расти. Об отце Александре. Что ты заметил в нас? Вот это самое важное. Господь, когда встречался, он указал на самое главное в человеке. От чего даже избавиться были фарисеи. Это гробы окрашенные. Это попы окрашенные. Ну и чем закончилось? Она приходит сестра и говорит, батюшка, она сколько там, неделю готовилась и говорит, а в Библии ничего нигде не говорится положительного о священниках. Только отрицательная. Вся Библия от корки до корки отрицательная. Самые отрицательные характеристики в Библии даны священникам. Он говорит, ну как есть, так и есть, так и будем говорить. Причем тут я отрицательная. Это Ахаб говорил про Михея. Он обо мне не говорит хорошо. Но в этот же день и погиб. Он не сказал, что обо мне говорит неправильно. Не говорит хорошо. А что я могу сказать? Вот я пишу характеристику. Меня попросили написать характеристику на Ленина. Представь себе. Запрос. Я пишу. И оппонентом выступает секретарь. Коммунист. И он ничего не может возразить. И в газете это печатают. Проклят человек, который надеется на человека. Это в книге «Для слова Божия нет ус». Это помещенная статья. Называется «Проклят человек, который надеется на человека». Михаил Батутин. Батутин в этом. В сети. В сети. Вы можете вызвать его. Сейчас. Секунду. Добрый день. Видно меня? Я вас не вижу. Вас нету. Сейчас. Сейчас видно? Вот маленько видно. Вот прояснился. Ну, значит, я прочитал, что вы писали. А другого вы и не должны были ждать. Я вас предупреждал. И вот в этой обстановке надо работать. В этой обстановке. Я сейчас только вот с Сергеем разговаривал, Козловым. В библиотеках самая срамная литература. И волеология. И секса. Все, все есть. И Гарри Поттер. И Матрица. Все есть. И смешное Евангелие. И забавно. И Лео Касси. И Марка Твена. Все есть. И ни за чем не гоняются. В каталоге они и есть в книге. И Ленин. И Сталин. Все можно найти. А за моими книгами гоняются. Это о чем-то говорит. Чего там и стоим. Но главное-то. Уже речь идет не о двух годах. А о тринадцати годах. Как они гоняются. И ни разу не указали ни на одно предложение. С которым они не согласны. Заочно. Все. Как можно заочно отрицать тридцать восемь книг. Когда не прочитали ни одной. Любому понятно, что так не делается. Глуп тот, кто дает ответ невыслушан. Библия говорит глуп. Это глупцы. Как они могут. Если я Боркина считаю подряд все, что выпущено. Книги Кураева у меня на столе. То я могу говорить и о Кураеве. И могу говорить о Дворкине и его книге у меня. Я их считаю и могу показать страницу. Показал сейчас был на Берсеневке. Я говорю всю дорогу читал. Вот четвертая книга вышла отца Кирилла Сахарова. Показал ему. Если на его там я не знаю 440 страниц. И если я сделал 780 пометок. Ну наверное я читал ее. Ему самому интересно на что я обратил внимание. Я обратил внимание на хорошее и на то, что не сходится с Библией. И он нигде не возражает. А эти чего они возражают. И какое значение имеют их? Это безбожники. У нас брат наш ездил, сдавал экзамены. Вчера вернулся Виктор в семинарию. В Московской Патриархии. На заочное отделение. В которое с нами ездил Виктор. Ну и рассказывает какие были вопросы. Только один вопрос был божественного характера. Только один. Остальное слух. Что играет. На каком инструменте. На гитаре. На рояле. На пианино. Вот. Один вопрос. Кто такой Христос? Нас спрашивают сектанты на площади. Мы с ними беседуем. Он подходит. Первый вопрос спрашивает. А вы рождены свыше? И второй вопрос запрашивает. А вы крещены Духом Святым? Они знают. А этот вопрос ни один архиерей не задавал и не задаст за тысячу лет. Запомните эту фразу. За тысячу лет ни в одном монастыре этих вопросов не ставили. Это все человеческое. Они сейчас только открывать монастыри. Открывать монастыри. Я не положительно отзываюсь. А мне не надо положительно это. Вы откроете житие святого Пахомия Великого. Со словом Великий. Великий. За 20 столетия Василий Великий. Пахомий Великий. И Анихий Великий. Было только 17 человек. Они даже этого не знают сколько было. Нормально у вас пока. И вот Паэсий. Пахомий Великий говорит об этом. Что нес там хворост и вдруг остановился. И братья не поймут в чем дело. Почему хворост уронил. Хворост заготавливали. А он в это время видит видение. Но Дмитрий Тарасовский. Сколько он там на выдуманном написал. Но это то он написал. Он мог не писать. Он многое подшлифовал. Это мы уже можем доказать по другим говорится. По терекам. Но здесь определенно и четко. Он записал. И он говорит. Братья. Ужас то какой. Я видел где находятся монахи. Это бездонное глубокое ущелье. Сплошь темное. И монахи тыщутся друг друга. Бьют друг друга лбами. Падают. Пытаются выбраться. И не выберутся оттуда. И кое кое как. Некоторые израненные. Изодранные. Поднимаются на верх в свет. Отдельные. Может быть из миллионов один. Я не говорю только то что. Поиси то великий. И столкнул их туда. Он не договаривает. Когда выступает. Дмитрий Смирнов. Священник. Московский. По силовым структурам. Как называют. Правая рука патриарха. Кирилла. Он говорит. Говоря о мусульманах. Мусульмане ближе ко Христу. Чем православные. Вы видели этот ролик? Я видел. Видели. Я говорю. Он не договаривает. Что такими сделал он их. Если они попадут в мусульманство. А в мусульманство попадут. Сейчас в Чечне. Им выбор. Или принимаешь мусульманство. Или башка секир. Он примет мусульманство. И обрежется. Теперь он будет милосердным. Он будет намаз совершать пять раз в день. Молитву. А там он не совершал ее за пять лет один раз. Почему? Они работают с кинжалом. Но у нас там меч обоюдно острый Слово Божие называется. Меч. Меч. Послание к евреям апостол Павел так и называет. Меч обоюдо острый. Разделяющий. Проникающий до разделения души и духа. Составов и мозгов. Если они есть конечно. И судят помышление намерения сердечное. Как судить помышление намерения наше. Слово. Если его не дали народу. Его перевели только в 1876. А крещение когда было в 989. Тысячу лет без Библии прожили. Нам что не по мозгам это говорится. Не по шалобану. Это я придумал. Куда монахов завели. А они эти. Которые оттуда из ямы не вылезли. Они как раз и руководят всем сегодня. Они травят против меня. А что я должен делать. Ничего. Молиться и плакать. У меня другого оружия нету. Это погибшее скопище. Черных головешек. Как видел и Серафим Саровский. И не надо удивляться этому. А как не так. Как есть люди которые это понимают. Вот мы приезжаем в Казань. Вот приезжаем в Уфу. Ну это наши же города то. Так они в интернет и везде книги выставили. С другого мы выставили их на самое первое место. Как заходят. Чтобы люди могли брать. Где я выступаю. Я еще книги сдаю. Еще их не подписали. А люди их разбирают уже. Я говорю. Вы хоть запишите кто взял. Ну она знает. Мы вернем. Это книги за которыми гоняться будут. Искать по одной странице. А он сказал. Ян Затауз говорит. Это карканье вороны. Жужжание жука. Пискомара. Не больше того. Никакого внимания не обращать. Работаем. Почти 500 библиотек. Имеют эти книги. И сколько мы проехали. В такой обстановке работать. Это все за кадром. Это за кадром. Надо команду избить. Финансировать. Достать машину. И ни на день. Ни на два. Месяцами. Ночевать в поле. Везде. И кто дети есть. То кто. Мы ни на что не смотрим. Идем по кругу. От моря до моря. От океана до океана. Вот сколько времени. Работников то фактически нет. Вы то. Что тут. День два и нету. Да и то. Сколько препятствий. Да еще не принимает. Вот так дорогой брат. А теперь. Благословенная грамота у меня митрополита Виталия. А какое отношение имеют. Я ему показываю грамоты митрополита Виталия. А он. Преподаватель томской семинарии. Томской семинарии. Бурмистров. Я показываю. А кто он такой митрополит Виталий. Я говорю. А лавра знаете. С лавром Алексей. Второй. Объединяются. За одним столом сидят. Происходит признание акта о колоническом общении. Но это когда было. Ему надо меня палить. А его нечем. Я показываю. Смотри. Благословение епископа Максима. Максима. Димитриева. Который сейчас в Липецкой епархии. Который от нас переведем туда. Он смотрит. Сказать нечем поставил. Так это шесть лет назад было. Да чего тебе благословение. Так как тухлое яйцо или что. Шесть лет назад было. Написано. Благословение двух епископов. Совершенная политичная книга. Симфония на шите святых. Ее ждут. Дождались. Полторы тысячи лет ждали. Я составил ее. Почему я? Потому что всему свое время. Я не родился. Никто не составил. Вы слишком много. Я говорю официально. То что есть. Ну покажите. Где симфония на шите святых. Двенадцать того. Ничего не найдешь. А у меня. Бери сейчас книгу. Любое житие. Любое событие сразу найдешь. А то мало важно. Лучшая симфония на канонические. Одиннадцать книг составлено мной. Это что? За забором? Они в книгах то ничего не находят. Они. Вот у меня приехали два благочинных. Они сидят у меня за столом. Позвонили с епархией местной. Один значит. Майтович. Отец Александр. Благочинный. Барнаульский. Большой человек. Второй горный алтай. Это. Новоалтай. Они впритык два города. Погиблов. Отец Михаил. Фамилия какая? Погиблов. Это же говорящие фамилии. Он сейчас в Санкт-Петербурге его вызвали. Тоже по селовым структурам. Они сидят. И что они удумали? Местный. Глава администрации. Карлин. Александр Богданович. Ставленник Путина. Когда Евдохимов погиб. Он его поставил. Его не выбирали. Он решил составить совет из религиозных деятелей. Совет. Краевой администрации. Ну и туда все, которые зарегистрированы в администрации. 48 разных религиозных динаминаций, как они называются. Я называю демонизацией. А православные это забунтовали. А с кем мы будем сидеть за одним столом? Там разные еретики. Там буддисты. Да зачем они нам нужны? Но как это сделать? Они решили составить петицию. И сказать, что в совет должны войти только традиционные религии. Какие традиционные? Которые были до революции. Какие? Православные. Католики. Старообрядцы. Которые гнали и душили. Иудеи и мусульмане. Ну это 6 это хорошо. Но как подать эту петицию? И они ничего лучше не придумали. Как эту петицию привести Лапкину Игнатью и Тихоновичу. И чтобы он пошел мальчик для битья. А они будут из-за забора смотреть. А почему? Они сказали. Бежду собой в епархии решают, конечно, не без ведома епископа Максима Дмитриева. Что лучше никто не представит это как Лапкин. Бумагу подать. Но надо это не через админи... Секретариат. Я сразу согласился. Я же вижу их, что они хотят от меня-то. Я говорю, согласен. Но только этого делать-то не надо. А почему? А слушайте внимательно. Слушайте и запоминайте. Вот почему. Карлин ставленник Путина. Вы слышите меня? Владимир Владимирович ставит тех, которые против него не пойдут. Вы согласны, что он такой? Ну да. Дальше. Карлин это юрист высокого класса. Он в высших эшелонах юриспруденции работал. И он против закона Конституции Российской Федерации не пойдет. Мы что? А вот что. Перед законом мы все одинаковые. Конституция так гласит. Он не имеет права отказать никому. Если составляет совет, вас православных люблю, а баптистов не люблю. Он не может этого сделать. И дальше. И против православных он тоже не пойдет. Почему? Потому что Владимир Владимирович крестится в храме. Он лучше патриарха крестится. Он с плеча на плечо вот так делает. А патриарх всегда с плеча куда-то под мышку себе или пониже. В пах сует себе руку. Как Евтушенко писал. И поэтому он против православных не пойдет. И когда вы откажетесь, скажете, да мы не хотим быть в Совете. Вы на это имеете право. Вы православные. Вам не надо. Они говорят, мы проедем сейчас по католикам. Везде соберем. И вы тогда ставите петицию и пойдете. Я говорю, ехать никому не надо унижаться. Что у вас общего с мусульманами? Ну сначала решите. С иудеями. Что общее? Когда вы для них гои паршивые. Вы для них гои скоты. Значит из дерьма. Шульха на руках читайте. Там хорошо описано. К кому вы идете? Вы любите евреев. Благословляйте Авраамово племя. А не проклинайте. Ну и на поклон к ним идти не надо. Искать содружество с ними в вещах не христианских-то. А они тут же за телефон в епархию звонят. Ой, тут такой духовный потенциал высокий. Духовный потенциал. Да никакого тут потенциала-то нет. Я просто сказал реально. И поверьте. Если вы откажетесь. Карлин сразу скажет. А мне совет вообще-то и не нужен. И они так и сделали. Мне на утро звонят из этой и говорят. А я позвонил. Которая советница у него. Она преподаватель кафедры теологии. Дайте секунду. А когда это было? Когда-то было года три назад. Может быть четыре. Вот. Это Волобуева Марина Маратовна. Полутурчанка говорит. Прекрасная женщина. Она не раз у меня дома была. Ну. Зав. Кафедры теологии. Она. В совете у него стоит постоянно. У губернатора-то. И она мне звонит. И говорит. Игнатий Тихонович. Вы вчера-то звонили и говорили правду. Александр Богданович сказал. Мне совет такой не нужен. Без православных-то. Ну и все. Они даже в вещах обыденных не могут рассуждать правильно. Потому что страх отнимает все. И страх перед человеками ставит сеть. Вчера мы после наших занятий еще и на дому встречались. Я как раз тему избрал. Страх человеческий. Страх Божий. Страх человеческий полезен там, где сохраняет нам жизнь интересную. На дороге. В аварии. Не так, что я полезу на скалы и не сорвусь. Здесь полезно бояться. На фронте не боится, кто тот давно убит. Только дурак пули не боится. Смелого пуля боится. Дуря одна. Не боится. Это любой тебе самый смелый человек скажет. Тебе нужно сохранить себя. Страх человеческий там, где делаешь уступку в отношении духовного. Отрекусь, принесу жертву, лишь бы оставить себе жизнешку. Вот так. И вот я поэтому говорю, что у вас затруднения есть, преодолевайте. Митрополита Виталия грамоты ничего не даст. Она у меня выставлена. Сейчас только найти ее надо. На моем mail.ru. У меня две страницы. На одной я с голубем. А в другой просто стою в шапке. Вот. Там кто-то спрашивал, и я его выставил. Благословляется. Сияя грамота дана Лапкину Игнатию Тихоновичу на всестороннюю миссионерскую пропасть в защиту Российской Церкви. У меня благословение от епископа местного. От епископа ифти этого Максима, который сейчас в Липецкой епархии Вильца, наш бывший-то, патриархии московской-то. И он и машину благословил мне и все. Чего не благословить-то? А книги они считали? Нет, не считали. Я еще не встретил ни одного священника, который считал мои книги. Когда мой брат, отец Аким, там встречался на перхальном собрании, то претензии были. А вот вы благословили. Он говорит, да я их и не считал книги-то все. Патриарх тоже благословляет не все, говорит, читал. Ну, Игнатьевы адреса телефона есть. Ну, вы напишите письмо. Ни один еще не написал. Ни один. За 13 лет. Ну, а все-таки о чем-то говорит? У меня с телефона сняли. Хитростью поставили там сюрприз каких-то эрудитов. Такую услугу. И сняли тысячу пятьдесят пять рублей. С 15 января. Ну, и теперь там сняла, Лена помогла. Сейчас не высчитывает уже два дня. Но я так не оставлю. Я приеду в город, я буду судиться с ними. Я у них вырву эти деньги. Мошенники. Им не надо связываться со мной. Не надо. Потому что я ничего из себя не представляю. Я поднимаю руки и говорю. Я спорить не буду. А с папами разговор так. Диалог невозможен. Переходим сразу к оскорблениям. Чтобы время не терять. Я буду считать вам двадцатую главу. Лютые волки. Гробы окрашенные. Что вы мне прочитаете в мою защиту? В мое обвинение. Конкретно. По телевидению не видно, как я потею. Как я лезу. Как я в саже. Как рублю деревья. Что они покажут? Смирнов покажет. Осипов. Задим и тем же столом. Все время бритвы. Все время в галстуке. А я в разном одеянии. Они за мной никогда не угонятся. Никогда. Сегодня я уже на второй работе. Смирнов уже хаится. Уже есть не одна передача. Где он говорит. Я крестить уже больше детей не крещу. Я знаю передачу. Я жалею о том, что крестил там тридцать лет. Иван Николаевич. Знаете, дорогие мои. Игнатий Ильич Ильич Ильич. Игнатий Ильич Ильич. Игнатий Ильич. Что-то замерло все. Все сами решайте, смотрите где. Где противодействовать, спросите какая причина. Нет, едешь в другую библиотеку. А по поводу Брянска? Нет, там никто не был, в Брянске никто не был, это совершенно открытая зона, о которой Оренбург, почту посылать ничего не надо, слишком дорогое удовольствие. Если они спецтранспортом, пусть берут на себя расходы, заранее надо точное количество книг отмерить, это непросто. В каждой пачке бывает 8 на один том, в другом 10, в третьем 6. Надо, чтобы равное количество книг было послано. Это кто-то должен заранее отделить, знать, получить контейнер, отправить, там вовремя распаковывать, отдавать. Это очень большая работа. Даже у нас, когда книги разложены, вот том один, том другой, рядом распечатаны, и мы втроем тратим где-то около 3-4 часов, не разгибаясь. Это работа, вот к этой работе прислонитесь, и вы тогда взглянете другими глазами на все это. Им не надо этого ничего. Вот написал книгу Осипа, массе, собрали книги, вывезли, сожгли. Он их не платил ничего, я весь там. Я пенсии и все прочее, уже теперь ни рубля не получаю, у меня кормят и все, у меня вообще нет денег. А если с книгами будет что-то, они не мои, еще повторяю. И поэтому, кто дал, тот пусть и распоряжается ими. Мой Господь. Я его люблю, я выполняю его волю, я выпрашиваю его действия и делаю так, как угодно. С издательством книг у меня закончено, в дальней поездке закончено, могу еще начать здесь. Но ехать только с пригласительными библиотеки. Евангелие мы раздали здесь. А раздали 30 тысяч Евангелий. А как людей собирать, до них не пойдут. Я препятствия-то знаю. Но скажу, за все время, а мне 75 лет препятствий у меня в жизни не было. Непреодолимых. Не было. Я начинаю молиться, начинаю работать, и скала сбегается с места. Скажи, горе сей, молитесь крепче. Вы начали делать, а закончите его. Вы должны дышать чисто и свято. От вашего дыхания, чтобы как у святой Татьяны дунуло, и капище разрушилось. У меня было такое, директор не принимает. А ее не было, директора-то. Она была где-то. А они боятся. И она пришла на 20 минут позже, директор. Она на 20 минут отстала. И она теперь разговаривать не хочет, потому что, что дальше я говорю, она не понимает, о чем речь. Моя задача теперь начать все заново. И директора склонить на свою сторону. Наконец-то она заинтересовывается, просит открыть книгу, показать потом. Ну давайте ваши документы, где они? А до этого просто разговаривать не хотела уходить. У нас тут ЛДПР дали книги, нас чуть не уволили за ЛДПРовские книги, за Жириновские. Их еще искать будете. Какой он не есть, Владимир Вольфович, но он говорит больше правды, чем все у нее вместе взятые. Несмотря на его драки и другую придуль. Рисует там, стоит Жириновский, и женщина, но не такие женщины гулявые, к стенке прислонилась задница, их коленку согнет и в стенку упирает, чтобы задница отклящилась. Он смотрит, смотри, проститутка. Она сразу, да, но не политическая. Вот и все. Несмотря ни на что. Надо работать. Почему? К вам сошел сатана в сильной ярости, еще кого поглотить. И мы это знаем. Идет борьба за человеческие души. А они не будут слушать. Я должен сделать. А если все будет равно нулю, Писание говорит, сеющий. Я сею. Вы поливаете. Но суть говорит лишь, что все Бог возвращающий. Я вам сказал так. Теперь делайте. В Оренбург можно посылать, если был бы кто-то там, кто примет и кто их до одной распространит. Это дополнительные большие расходы. Большие расходы. Мы заслали не для того туда, чтобы пересылать, а чтобы там работать. Мне туда уже не проехать. Не проехать. Мое время ушло. Вчера была у меня тема занятий. Всему свое время. Радио России всегда начинает одинаково. Я решил объяснить. Экклесиаста 3.1. Что означает всему свое время? Я свое время знаю. И могу абсолютно точно сказать, что мир ждал мое появление. А они этого не могут сказать. А почему вы так о себе говорите? Да не о себе я говорю. Я о Боге моем говорю. Я хвалюсь моим Господом. Хвалящееся хвалюсь Господом. Я говорю, вы считали канон Андрея Криско? Да кто его не считал? Ну он правильно написанный? Как неправильно? Ну правильно. Я спрашиваю, вы ответьте правильно. И читайте вы его правильно. Вы найдите мне одного человека. Одного. За прошлые тысячу сто лет не найти. Но сегодняшний. Кто понимает, о чем считается? Одного. Не двух, одного. И вы не можете показать. Во-первых, он написан для оглашенных. Я говорю, а чем он вызван? Это не знает даже игумен, который все знает. Отец Сахаров. Кирилл. Я говорю, а чем вызван Псалом 50-й? Ну там же написано в предисловии. Когда вошел к ему на фан, когда он ходил к Версаве, там погубил мужа ее. Так написано? Ну когда увидел, сблудил, избавил от крови, Боже, Боже, спасение моего. Так написано. Урия Хитиянина убил мужа ее. А убил-то не кого-то, а это была национальная гвардия у него. Как дикая дивизия у Давида. Самая преданная. И он полковника убил. Своими руками, считай. Чтобы завладеть женой. И вот 50-й Псалом вышиблен был из Давида именно поэтому. А канон Андрея Критского точно так же должен иметь предисловие. Я его и выездал. Андрей Критский, архиепископ подписал анафему Шестому Вселенскому Собору. Приложил руку и написал Шестому Вселенскому Собору, где 630 епископов православных, анафема им всем. Ему было в чем каяться. А кто сказал, что вот именно вот это вот чувство побудило написать вот этот вот Псалом? Псалом? Побудило чувство, а предисловие? Первый стих. 50-го Псалма. А? Кто это сказал? Давыд сказал. Давыд. Это Давыд сказал, царь. 50-й Псалом, первый, второй стих. Прочитайте. Я понял. А кто трактование такое дал, что побудило Давыда написать? Нафан. Нафан, пророк. Там написано, когда входил к нему Нафан. И он сразу сказал, согрешил я. Он говорит, и Бог снял с тебя грех. Его побудил Дух Святой. Вы, я по счастям говорю. И тогда он раскаялся и своей рукой это написал. Дух Святой это делает. Это 50-й Псалом, первый, второй стих. Написано. Псалом Давида, 50-й. Когда вошел к нему пророк Нафан, когда Давыд входил к Урии, к Версаве, жены Урия Хитиянина. Было о чем думать-то. Он совершил два смертных греха. Давыд должен быть убит по закону. Вошел к чужой жене, да будет предан смерти. Закон никто не отменял. И далее. За смерть, смерть. Он убил человека. Давыд достоин дважды был смерти. Но Бог знал его любовь. И вопреки закону своего же данного собою, Бог оставил его в живых. И мы должны с этим согласиться. Страшно подумать, что если бы Давыда не было и оборвался бы на 49-м псалме, книга Псалтирь оборвалась. Ее бы не было дальше. Не было бы 118-го псалма, мы бы день и ночь плакали сегодня. Не было бы этого. Бог дает закон, и он же его изменяет. Но изменяет несчастность один раз за тысячу лет. Ответ ясный? Ясный. Вот написан, второй стих. Просчитай вслух, я не вижу тут. Псалом 50-й, второй стих. Когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Все. А кто побудил? Дух Святой. И он дальше говорит в этом же псалме Духа твоего Святого не отними от меня. То есть он не отошел, Ян Златоус говорит. На смертном грешном человеке Дух Святой все еще пребывал. Почему он любил Бога? И он не запирался в грехе. Он сразу сказал, согрешил я. Он говорит, дитя умрет. Дитя умрет. Сын восстанет против тебя. Ты потеряешь царство. Женщина – это самое дорогое удовольствие. Ты, Михаил, это знаешь хорошо? Береги себя. Насколько возможно. И вот архиепископ Андрей написал этот канон. Помилуй, помилуй мя Боже, помилуй мя. Это псалом, это сказать, канон для оглашенного. И я там в этом псалме не могу прислониться. Почему? Потому что я спасен. Скажут, да как ты знаешь? Ну так написано, верующим в Сына Божий, имей жилищный. Мы причащаемся тайн Христовой, тело и крови Христовой. И дальше? А дальше нужно это же все так и оставить, его поставить на вторую ступень благодарения. Молитва из трех ступеней. Просительное, благодарственное и словословие хирургимское. За тысячу сто лет никто этого не сделал. Я впервые это сделал. Почему? Бог побудил меня. И когда мне говорят, да как вы посмели? Я говорю, я родился в свое время. А почему до вас никто не сделал? Потому что я родился, я не родился, и вы не могли этого сделать. Я отвечаю своими словами. Ну, доказательство того, что никто не сделал за тысячу сто лет, я первый сделал. Ты чего тебе доказывать-то? Чего вы боитесь, что слово я говорю? А буква я в последнем. Я говорю, в славянском языке это первая буква. Аз, есень. Они даже не знают, что в славянском языке, церковно-славянском, я на первом месте стоит. Аз, есень, путь истины и жизни. Знаете это? Аз, бук и ведет глаголь. Я хочу есть. Аз, 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 хочу, значит, желаю. Есть. В кушатель. Они этого не знают. И вот я этот канон поставил на вторую ступень, а потом и на третью. И мы его читаем на три ступени. Оставляя те же самые события, те же самые слова, но только в некоторых местах изменяя, благодарю тебя. И там написано, как именно, почему именно. Вот и весь сказ. Девятьсот лет назад было написано толкование блаженного фефилакта. Это лучшее толкование, самое краткое. Девятьсот лет, прикиньте. И за девятьсот лет никто комментарий не дал на него. Я дал. И в трехтомнике оно у меня есть. Я не досказал. Вот когда были у меня, этот, Войтович и Погиблов, два благочинных, я вон увидел это, ой, мне как раз такая нужна Погиблов-то. Берет и не откройся же на том месте, где написано мои комментарии, 297 комментариев. И написано, сегодня смещенники не проповедуют в храмах, как должно. Он сразу закрыл. Да как вы можете говорить, я сегодня проповедовал. А что он сегодня проповедовал? Что он проповедовал-то? Он не говорит. Он проповедовал абортницам, об абортах. Чтобы абортницы чаще приходили, ну, если делать, свечки ставили. И у него икона, порезанные младенцы, разбросанные ирод. И там перед этой иконой, там столпотворение, красочно написанное, конечно, ну, просто реалистическая картина. Маленькие абортирные младенца, они сфотографировали, видимо, туда поставили, а бабы там убиваются. Он знает, на чем играть-то. Он грамотный. И он меня никак не может уесть. Теперь-то я уже молчу, но одна наша сестра сидела там. А, сидели тут сестры-то. Елена Политыкина. Она, возведает, скажи, батюшка, но ведь так в Библии написано. Как он взвелся сразу, закрыл. Не нужна мне такая книга. Это ваши люди. Это ваши воспитанники так себя ведут на меня. Ему надо меня укусить-то. А не за что. Теперь он через Лену меня. Я уржался тут, молчу. Да что? Я кричу, Лена, скорее выйди из трапезной. Выйди скорее. Она согнулась тоже. Он тогда, она с кем-то говорит, а? Я академию кончал. А кто она такая баба? Ой-ой-ой. Он академию кончал, а она баба. Ну так она баба знает, а ты академию кончал не знаешь. Я тебе анекдот расскажу. Что говорят, однажды было даже такое чудо, что выпускники академии выходили, и среди них даже нашелся один верующий. И когда меня спрашивают, а для чего тогда семинария академии? Я говорю, для того, чтобы оправдать любое беззаконие, особенно патриархийное. Любое. Они тогда оправдают. Ну вот так. Тиханик Тиханович, а вы согласны, что Брянскую область только в областную? Я просто не могу. Делайте, как хотите. Теперь я высказал, как мы делали, а вы делайте, как вам положено. Но только составьте точный список. Кто за вами пойдет, чтобы имел этот список, повторно в эти библиотеки не заходили. У нас было такое. Мы забыли про один город и пометили. Обратно, когда возвращались с Владивостока, на Ходке, решили в этот город заехать. Не можем понять. Но когда мы дали запрос, они ответили, книги, Лапкин у нас в библиотеке есть. Он уже приезжал. Они не поняли, что это, а мы едем. Надо делать пометки. Ну, дважды в одно место, даже с хорошими целями. И то как-то... Если бы я привез другие книги, я больше издать не могу. У меня на выходе стоят там еще три тома открытым оком и четыре книги стихов. Не бедно. Четыре книги стихов по 800 страниц. Пусть кто-то их издаст. Спрашивают. Спрашивают. Сколько нужно развести книг, для того, чтобы получить полный комплект ваших книг? Десять. Десять. Десять комплектов. Вот как Михаил. Отвес 10 получает комплект. 20 тысяч. Он говорит, а я сделал за два дня. Но за два дня 20 тысяч не бедно. Так это 20 тысяч условная цена. Это на мне намного дороже. Я 50 лет туда заложил. Как директору одной библиотеки посмотрел ваши книги и говорит, эти книги бесценные. Ну, конечно. А это любой знает. Любой архиерей, любой патриарх это будет знать, если посмотрит. У меня были монахи, архимандриты. Да мало того, сидит банкир, главный банкир края. А я ему книги-то дарю, он помощник мне, главный. И как мне говорят, он еврей. А мне, когда разобиделся на еврейка, вот если этому показать ваши книги, я говорю, я дарю. Как, вы дарите их книги евреям? Я говорю, конечно. И как они реагируют? Я говорю, они меня обнимают и целуют. Вы понимаете, что такое обнимать? Это обнять руками, прижать к себе и поцеловать. Ничего не знаете такого? Да не может быть. Можно фотографии показать. Понимаете, какое дело? Его, он считает и открыл, и как раз финансовое там есть. Я посидел, посидел маленько, ему начинаю, Митрофан Григорьевич, мне надо вот, да отстань ты от меня, сиди спокойно. Я тут такое нашел. Я говорю, да я живой перед вами-то. Я живой ему не нужен. Книги дороже меня живого. Я только сижу и помалкиваю. Я говорю, мне нужна мука, крупы. Детский лагерь открываю. Он секретаря вызывает, так вызовет, помощника там своего, вызвал, так, нам кто должен-то? Да нам вот такая-то организация, там такая-то, это деньги не отдали. Так, вызовите их, директора. Скажите, чтобы помогли детскому лагерю. Я говорю, и помогут? Ну как, они же мои должники. Вес сказ. А как привезти? Я говорю, у меня ничего нет. Ну а когда дома будете? Я говорю, тогда, ну все, мы пришлем. Все, машина приходит, разгружайте. Вот как делается. Это, 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 это человеку невозможно. Мы, ничего не имея, обладаем всем. Всем. И он садится за руль, и за руль, или рядом. И меня везет домой. Домой. И мы гуляем по двору, разговариваем у меня там, где церковь. И я его, и мы говорю, Я говорю, я когда на вас сигнал дам, у вас зазвонит телефон, я не буду с вами разговаривать, потому что платить надо за это, а у меня нет за что. Как? Я говорю, да не за что платить. Вы тогда мне позвоните, у вас-то денег побольше, да и, наверное, не платите по государственным там. Да вы что, гляжу, он в карман что-то полез, достает мне 10 тысяч, дает на звонки. Ну мой телефон-то стоит в два раза дешевле. Он 10 тысяч достает и дает на телефонные звонки. Да это невозможно. Человека так, да то вы его обольстили. Кого обольстил? Еврея, банкира? Другой пример. Мне говорят, самый ревностный, самый такой строгий обличитель всего, это архиепископ Антоний Семькевич, за границей, Лос-Анджелесский. А я каждое утро с ним прогуливаюсь. А хозяин, да, знает, он такой скупой-скупой. А я пришел и говорю, он сейчас зашел в банк, все деньги снял и мне отдал. Кто? Владыка Антония, я говорю, да, да перестаньте. Он скупой такой. Я говорю, все, что у него было, он со счета снял и отдал мне. Да не может этого быть. Вам еще показать документ. Я отоваривался только у себя в России. Все уже щек на руках. Да как это можно было так? Это как сказка какая. Бог делает это. А так как же вы могли так? А что вы ему сказали? Я ему говорил только одно, что Бог есть. И все мы предстанем на суд. Вот как дело обстоит. А кто вас финансирует? А теперь в интернете. Теперь узнали, Лапкин, давнейший сотрудник КГБ. И дальше. Его мусульмане финансируют. Мусульмане меня финансируют. Вот он, мусульманин первый лежит. С крестиком и голый. Какие же мозги надо иметь, чтобы такие слова говорить. А ты зайди в КГБ. Да, они говорят, мы вас уважаем. Мне прямо в лицо говорят. А я по их ведомству несколько раз проходил. Они любят честность. Там очень порядочные люди. Просто глубоко порядочные. Ну и что? Наш президент сотрудник. Не сотрудник, а офицер, КГБ, полковник. И что теперь? За него не молиться? Я недавно сказал. Ну вот вы молитесь, чувствуете как? Я чувствую на молитве, когда молюсь. За кого? Я чувствую, молитвы доходят или не доходят? Да как это может? А так, я говорю, я молюсь за Владимира Владимировича. Молитва идет легко. Как это у вас так получается? А вы слово легко и тяжело знаете? Мне иногда наказывают молиться о ком-то. Я молюсь, и буквально через минуту уже ничего не остается. А здесь я хожу и опять произношу. Даже иду, работаю. Я молюсь все время. Поэтому, когда жалуются моей жене, а почему он с нами не здоровается? Во-первых, он не слышит, а во-вторых, он никого не видит. Прошел мимо, мы поздоровались, а он даже головой не кивнул. А мне сразу вспоминается Мария Кюрис-Кадовская, дважды на обыске премии, хотя дважды она не присваивается. И муж ее тоже, лауреат Нобелевской премии, Пьер Квири. Мы тогда конка была, называлась, трамвай, конями тянули конка. И он попал, и попал ее насмерть. Отец только одно сказал, говорит, о чем он опять думал? Я применил это к себе. Я не могу, я все время на одном канале отдельно головой работаю. Отдельно канал у меня работает все время на молитву. Я могу слушать радио и одновременно молюсь, разговариваю и одновременно молюсь. Это Бог делает так, по особой своей милости. Мне пришлось разговаривать недавно с одним. Он нападает на нее. Я говорю, мы с тобой одинаковые будем. И понимать друг друга, когда ты будешь вставать на ночную молитву и вставать не позже 4.40. Чтобы утренний рассвет застал тебя на молитве. И днем, чтобы 7 раз был на молитве. И каждый раз по 100 поклонов. Ты ходящий. Вот тогда мы будем понимать друг друга. Ты не понимаешь, о чем я говорю даже. Совершенно не понимаешь. Это не твой уровень. Я тебе принес известие, как сделать, чтобы жилище твое было жилищем ангела. А ты его сделал вместилищем демонов, потому что все время злобный. Посмотри в зеркало, какие у тебя злые глаза. Ты что, не понимаешь разве это? Это прямо так и говорите. А как, подруга? Я за глаза вообще не говорю. Зачем? Понятно? И я вам сразу все высказал. Как я вас люблю и хочу, чтобы от чего вы освободились. Говорил? Михаил? Да, да, да. Говорил. Я тебе все время молюсь. Когда я молюсь о благовестии, в благовестии находятся и Сергей Козлов, и вы. Вообще, ты что же как? Да. Так, у меня Володя снимает, если нужен будет потом. Сергей, ты знаешь, что он у меня рядом. Вы как-то, когда вы снимаете, я снимаю, у вас получается очень интересно, разнообразно. Мы потом пришлем, через неделю-полторы. Ну да. Так лучше, конечно. Ну вот так. Вы не смотрели последний ролик, там, встречает новоселов? Потеряевки. Я вчера смотрел, но до конца не посмотрел, как вы убирали усадьбу, территорию. Ну да, убирали территорию. Некоторые подумают, что окурки собирали. Хорошо, хороша уборка. Вырубали там, да. Недели, да. Вот он, Володя, он работает, как машина. Не тысячи, а десятки тысяч ударов. Там нельзя, все пружинит, вся земля на корнях. И все равно срубают. А когда колет он чурки, посмотрел бы колуном, как работает. Соседи через забор переглядываются, а где-то взял такого кольщика дров. Колет там неделю где-то, а он полтора дня и все размолотил. Сколько кубометров у Семена? Семь. Семь кубометров. До березы, до сучки. А он в одну и ту же точку бьет и бьет. Городские люди отучились так работать. Такой работы люди городские не знают. Видишь, как он всем друг. У него нет ни образования, никакого, ничего нет. Но у него есть страх Божий, желание помочь людям. Ну что, вопросов нет? Я хотел спросить, в каком томе про мощь и следы? То, что были видения, не расплиняйте нас. В каком это томе? Это синенькая книжечка, она кончилась у меня. Вы там бы нашли слово мощи. А найдите на форуме. Зайдите на наш форум и найдете. Это седьмой, восьмой том открытым оком. Седьмой и восьмой. Так, теперь симфония на жития святых. Там слово мощи. Симфония, у вас ее нету. Тут уже у меня не 38, а 36 книг. Стихи кончились. Вы не найдете сразу. Вы найдете на форум. В форум зайдите, общий поиск мощи. Зарядите и там увидите полный результат. Где, когда, в каком житии? На нашем форуме. Так называется православный форум Игнатия Лапкина. Здравствуйте. Прекрасный форум. И дайте тихо, если время есть у вас еще, то можете прокомментировать награждение... Что-то все сбилось, звук плохой. Кого он наградил? Зюганова православным орденом. Кого он наградил? Он говорит, Зюганова наградил православным орденом. А вас что это беспокоит, напрягает так? Но это говорит, откуда они произошли. Правильно делает. Потому что это они из одного органа оба. Он наградил-то не чужого, а своего. Что-то непонятно-то. Московскую патриархию, как организацию, официально образовали. Иосиф Писаренович Сталин и Лаврентий Павлович Берия в сентябре 1943 года. Вообще непонятно-то. И они сплетенные вместе. И им Зюганов родной брат. По всему. Зюганов более искренний, чем они. Он прямо и открыто говорит. Но он такой же. Ему хорошо сказала новодворская Валерия. Зюганов, забери свою воблу из мавзолея. Надо любить Бога. И это все открыто. Другое. Православным орденом каким-то награждает иудейского раввина или кого-то. А это зачем? Я ответил бы вам. Зачем? Но вопроса-то не было. Во-первых, эти железки никому не нужны. Вот я перед вами. Я поднимаю руки. И молюсь. И говорю, Господи, благодарю Тебя. У меня нет ни одного ордена. Ни одной медали за всю жизнь. Ни одного значка. Ни одной грамоты. Ни одного похвального листа. У меня вообще никто никогда мне не выдавал. А я работал в поте лица. Без перекуров. 36 лет только стажа со стройкой. И никакого у меня нигде нет. Ничего. У меня ничего нет. Почему? Потому что для меня оно не существует. Это опавшие листья. С умерших деревьев. Все их награды. Много было наград у Леонида Ильича Брежнева. Ему только одну награду папуасов. Кольцо в нос не подали. А остальное у него было. Как давали ему награды. Сейчас говорят. Все смеются. Союз писателей принимали его. А кто за него писал это? Малая земля и площадь. Вчера передача как раз была. Все. Он любил награды. Давали. Четырежный герой. Ну понятно. Что непонятно. Ну человек не в своем уме. Залез в ящик. А там лежат раскрытые эти ордена. Он пошевелился. Все прицепилось. То мое. Они раскрытые как булавки. Ему нужно было иметь только одну награду. Великий грешник. И повесит ее к себе на губы. И все. Одна награда. Вот сейчас Шакуров играет. Брежнев. Вот посмотрите. А играет Шакуров. Но вот он не играет. Он как будто это Брежнев. Как он лежит больной. И ему надо, чтобы грелка была. А весага. Там одна медсестра молодая ложится. Ну просто полежать. Он уже ничего не может. У него виагра не поднимает ничего. И вот он лежит. А я первый генеральный секретарь коммунистической партии Советского Союза. Да. Да. Я председатель президиума Верховного Совета СССР. А болею. А меня вылечить не могут. Или не хотят. Понимаете. Вот он играет. Брежнев и Брежнев. Брежнев настоящий. Или не хотят. Он же понимает. Смерть-то стоит рядом. Ни один правитель, который есть в Кремле, во всем мире до 100 лет еще не дожил. Чтобы на своем посту. Ни один. Вот и все. А умирает-то раньше. Даже на пенсии. 93 года, как Каганович, Молотов еще доживают. Каганович, родная его дочь за ним ухаживала. А эти как-то добились, журналисты. Ну и говорят. А как вы смотрите на современных, Влада Моисеевич, политиков? Какие-то политики. Говеные политики. Вот и характеристика. Ленина спрашивает. Интеллигенция. Русская интеллигенция тире жирных. Говно. Ну, прислушайтесь. Маленьки. Характеристика. Так написано. Так напечатано. Я считаю. Ничего в этом нет. Он зовет дерьмо. А что изменится от этого? Назовет человеческий помет. Ничего не меняется. Но характеристика дана. И в этом есть смысл. Политики, когда выступают, у них нет смысла. А они не видят, что дальше будет. Кто этим играет. Вот сейчас этот гуманитарный конвой. Почти там 300 машин, КАМАЗа. Почти 2000 тонн. Гуманитарная помощь. Ну, кто-то бы решил так. Ну, к кому расположены эти? Ну, к тем, которые в Луганске. А в мировой практике было так, чтобы осажденный город принимал от кого-то дары, питание, кто к ним расположен. А те, которые их осаждают, пропускали. Пока ни одного случая не было. Еще вы удивляетесь на силовиков, силовики, главное. Ну, нигде этого никогда не было. Осажденный город только сдаваться может. Писали в Германии было так. Какой-то там князь осаждал где-то далеко город. Я могу не назвать даже где-то. Но город выбился из сил. Но который осаждал, он такой был благоразумный. И он сказал так. Из города мы будем штурмовать, убивать всех. Из города могут выйти только женщины со своими детьми. И вынести то, что унесут. Остальное будет наша добыча. Иначе мы завтра штурмуем город. Вынести только женщин. Замер город. И вдруг ворота распахнулись. И показались женщины. Каждая несет на спине израненного мужа. И враги раступились и пропустили их. У вас слеты не наворачиваются? Вот что нам нужно сделать израненным и избитыми попами. Нести на себе Христа и Иго Христова. Они Бога не знают. Они лютые волки. Эту характеристику Павел дал Духом Святым. И будут гнать злословить за имя мое. Радуйтесь и веселитесь. Они для меня, попы, постоянно, каждый день дают радость. Они гонят меня, злословят, на суд не вызывают. И я благодарю Бога моего. Я каждый день благодарю Бога за всех священников, за епископов. Им досталась такая незавидная роль. Быть клеветниками, гонителями. А мне досталось страдать. Написать. Я не писатель, никто. Мне открыто, я написал. Повторяю, у меня написано 3467 стихотворений по 9 куплетов. Вы понимаете, что это такое? 9 куплетов, 36 строк и у каждого эпиграфа. Одно стихотворение до единой строчки занимает страницу. Это 4 тома по 800 страниц. И в черновиках, которые написал, нет ни одной по марке. Как это может быть? У меня черновиков нету. Они черновики, как чистовики. Мне все до одного говорят, и писатели, и поэты. Говорят, этого не может быть. Я когда показывает, вы это сами уже написали с черновика. Я говорю, нет, я просто сажусь и пишу. И что, по марок нет ни одной? Этого не может быть. А вам хотелось бы поправить? Хотелось. Очень даже. Но я сажусь и ничего не могу сделать. У меня руку отворачивает в сторону. Я-то начинаю вдуматься в этот куплет, смотрю. И вдруг в нем вижу то, чего не видел, когда писал. Я вижу там такой глубинный, экстраполированный смысл, что алармовая обстановка создается. То есть тревога и колокол. Вот как. Они этого не знают. И я и не прошу, чтобы они делали. Им не дано. Они пишут. А о чем пишут? Это поэзия на радио России. Четыре строчки прочитает поэзия. Да какая же это поэзия? Им говорить не о чем. Девять лет я просидел за столом. Тридцать восемь книг. Я их отдал. И отдал бесплатно. Мало этого. Готовы распространить не можете. Вы оба слышите, помогайте. Из-за поломки машины я не закончил начатое дело. Я теперь вижу, что в этом то, чтобы я отошел и другим дал место работать. Вам не под силу написать книги. Вы согласитесь с этим. Для этого нужно иметь что-то. Кроме средств. Кроме средств я должен понимать всю внутреннюю обстановку церкви, мира. И как это слово Божие все пронизывает. Это дано. Я написал, я отдал. Готовы распространить не можете пока. Это считайте. Я открываю почти упрек. Но я не сказал, что вы не распространите. Сергей взялся за это дело. И я как-то спокоен. Думаю, что что-то Бог сделает через него. А если он выздоровеет сегодня, то пропала моя книга. Уже ничего не будет. Пока он лежит на спине и смотрит в небо, все возможно. А я думаю, я упарился рукой. Я лично сам развязываю эти книги. Я калачу. Топором не могу. У меня руки-то вывершены. Друзьями. Там, за стенках. Я не могу. И говорю, вот если бы сейчас Сергей увидел, как у меня болит рука. Как я это дерево тащу. Он бы сказал, буду день и ночь таскать. Только полежи за меня, а я пойду отдохну, потаскаю. Ему-то легко ли лежать? Вот труженик настоящий. А мы-то кого? Я сейчас встану, пошел. Вечером воды налью в тазик, помоюсь. А он лежит. Я же говорю, это легко проверить. Вы вот попробуйте, ляжьте и шесть, и хотя бы шесть часов, не поворачиваясь, полежите. Любому легко проверить. Да не продержаться. Не продержаться. Мы делали тяжелую операцию. Тяжелую операцию. Я все равно шевелился. Я все равно шевелился. Хоть на бок, да повернусь. Что там говорить-то? Я поэтому говорю, что Сергей с великим удовольствием взял бы любой наш труд и сейчас поехал. Он на себе бы развез книги по всей стране, только знал бы, что после этого он будет на ногах. Ну, отпустите меня. Все. У меня есть там личный, личного характера, там вопрос. Можно я спрашиваю? Давай. Ну, потом, потому что... Я ухожу тогда. Ну, да. Я ухожу, да? Все, Михаил, отошел. А по поводу Оренбурга я тоже... Делайте, как знаете. Я бы этого не делал. Книги предназначены за Москвой. Оренбург ближе. Для Оренбурга у меня еще на один год хватит книг. Я могу послать в пятом-пятнадцатом году. Прямо к ним. Не надо за одни книги два раза платить. Мы платим туда не тысячу, 30, 40, 50 тысяч. Чтобы переслать. Там большие деньги заложены, чтобы в контейнер отправить. Я послезавтра планирую выехать с утра. С Богом. С Богом. С Богом. То есть по деньгам там посчитай... По деньгам Сергею я ничего дать не могу. А по деньгам это самое... У вас шофер тот же самый или новый? Он же самый, Владимир Владимирович. Все. Все, давайте работайте. Можете взять себе экземпляр еще один, кому-то подарить. Шофер может взять. Разности нет. Он может взять и подарить самым близким людям. Только тех, которые дадут слово, что книги не попортят. Понятно? Если 10 экземпляров вы пристраиваете, устраиваете, каждый имеет по экземпляру бесплатно. Не по книге... Он сказал неверующий, он новый завет взял маме своей. Маме взял, а сам сказал неверующий. У него онтология. Ну это ладно. Теперь там не будет хватать новых заветов, но в конце там будет видно. Теперь как правильно раскладывать книги, вы сами знаете, они уже разложены. Пачки разворачивайте, с каждой книги вытаскивайте. Берите с собой коробки, ниточки, веревочки. Я что-то взял, я сейчас. Ну уже вы все видели. Я новые нашел коробки. Все, делайте, делайте. Для меня сейчас главнее вас, в распространении книг, никого нет. Увы двое. Все. Отходи. С Богом. Игорь Михайлович, у меня вопрос какой. Мне ради любопытства, а сердце болит. В общем, я... Мне сон, наверное, дней, может, две недели назад снился. Вот, вы идете там, мы с вами идем по дороге. Вот, и я спрашиваю у вас за Игоря фамилию. Забыл из головы, как большого вот этого вашего Игоря фамилия. Кого? Третьяков. Третьяков? Да не Третьяков, другой. Добунов. Добунов? Добунов. Я вас спросил, что-то вы мне ответили во сне, а я забыл из головы и вылетел, и не запомнил. И вот у меня что-то там произошло-то у вас такое, я не пойму, сердце болит. Нет, ничего нет. Он находится сейчас, как каждое лето, в золотоискательской партии. Он геолог, инженер. Он работает, ну золото, все это идет через органы власти, властями контролируется. Это не какая-то частная лавочка. Хотя это кажется... Слава Богу, а то я уж что-то у меня как-то сам... Нет, нет, ничего, даже запятушки никакой нету. Его просто нету, он до октября, пока снег не выпадет. Они работают и работают, промывают золото, копают экскаваторы, дебульдизера там у них. Раньше он работал в Магадане. Игорь Владимирович Дебунов. Ну ладно, не буду мешать вообще. Ну все, отошел? Да, все, с Богом. С Богом, с Богом. Ольга будет пересылать вам. Я до завтра пошлю кое-что. Еще. Наши беседы тут. С Богом, отошел.